Здравствуйте! Поговорим о событиях на американском рынке. На прошлой неделе акции испытали крупнейшую в этом году распродажу. Падение индекса S&P 500 оказалось самым глубоким с декабря 2022 года и застало многих инвесторов врасплох. Сразу несколько факторов послужили триггерами для коррекции. Во-первых, реакция на квартальные результаты Alphabet и Tesla оказалась очень негативной. Из-за отсутствия вау-эффекта инвесторы предпочли зафиксировать позиции в этих относительно перегретых акциях. Подобный настрой распространился и на другие бигтехи. Ротация капитала в акции малой капитализации при этом преимущественно продолжалась. Во-вторых, некоторые квартальные релизы указали на замедление активности потребителей, включая европейского гиганта люксовых товаров, майот Хеннесси Луи Виттон и платежную систему виза. Третьим фактором стало то, что бывший глава ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли, который до этого придерживался истребинной позиции, выразил опасения о рисках рецессии и буквально призвал ФРС немедленно приступить к снижению ставки. Впрочем, вовремя вышедшие данные по ВВП за второй квартал все же смогли ослабить опасения рынка об устойчивости экономики. Первая оценка по ВВП за второй квартал показала рост экономики на 2,8%, что выше консенсус прогноза на уровне и итогового значения за первый квартал на уровне 1,4%. Стоит заметить, что амплитуду рыночных колебаний усилили неблагоприятные элементы технической картины – экстремальное бычье позиционирование систематических фондов, а также пониженная ликвидность фьючерсного рынка. На текущей неделе рыночная турбулентность достигнет своего апогея. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС 31 июля. Снижение ставки все еще крайне маловероятно, но широко ожидается, что Джером Паул даст явный сигнал, открывающий дорогу к снижению ставки на следующем заседании в сентябре. Фьючерсы закладывают 60% вероятность того, что ФРС снизит ставку на 75 базовых пунктов до конца года. В макроэкономическом календаре при этом намечено много релизов – индекс деловой активности в производственном секторе, число открытых вакансий за июнь и, самое главное, уровень безработицы за июль, релиз которого намечен на пятницу. Ожидается, что он не претерпит изменений. Помимо этого, текущая неделя является самой насыщенной и важной в текущем сезоне корпоративных отчетов. Суммарная рыночная капитализация отчитывающихся компаний из индекса S&P 500 достигнет 40%. В фокусе будут результаты Apple, Amazon, Microsoft и Meta Platforms. Участники рынка настроены осторожно, поэтому лишь по-настоящему сильные результаты этих компаний смогут вернуть уверенность быкам. Также ждем отчетность от AMD, Qualcomm и Intel, которые прольют свет на тренды в области EE-чипов. А отчеты MasterCard и McDonald's позволят оценить состояние потребителей. S&P 500 может двигаться в диапазоне 5300-5550 пунктов. Советуем рассмотреть для покупки бумаги Adaptimmune Therapeutics. Ожидаем, что потенциальное решение регулятора об одобрении клеточной терапии против синавиальной саркомы поспособствует росту цены до максимумов 2024 года. Решение будет опубликовано до 4 августа. Целевая цена составляет 1 доллар 75 центов. Также рекомендуем обратить внимание на акции United Airlines Holdings. Прошлый отчет UAL оказался сильным на фоне результатов конкурентов, даже при учете проблем с поставками новых самолетов. Акции способны вырасти до 53 долларов. До встречи через неделю. С вами был Денис Линьков, Freedom Finance Global. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова